Всем привет! Народный магазин, снова у нас упаковочка. Сегодня вот такая громадина. Давайте посмотрим. Вот она стоила у нас 13 тысяч. На сколько позиций можно посчитать. И набор, набор, ну шикарный набор. Вот сейчас мы его будем запаковывать. Давайте настроимся. Вот так вот, наверное, да, все будет видно. Так вот, приступаем. Давайте начнем с больших, с больших блюд. Так, сейчас это сюда, чтобы нам ничего не мешало. Громадный набор, такое, такое очень редко. 4, 4 вида тарелок по 6, это уже 24, да. 5 спецовников, 29, 1, 2, 3, 4, нет, 6 спецовников получается, 29, 2 блюда, 2 блюда, 31, 3 штуки овальных блюда, 31, 34 и супничка, 35, 35 и позиции. В один ящик его мы не будем паковать, будем паковать в несколько ящиков. Так, значит, мы сюда вовнутрь поставим еще одно блюдо поменьше. Тогда давайте завернем вот в эту сторону, чтобы там было нормально все. Так, давайте сюда прослоечку дадим, дадим прослоечку между блюдами, чтобы уже наверняка оно у нас доехало. Так, вот так будет это блюдо. А сейчас, может, мы его тоже, хотя бы в разочек, да, давайте замотаем это блюдо. Так, и завернем уже в эту сторону, в другую. Ну, хотя бы в два слоя. Оно сыграет свою роль, там, ну, мало ли, как, что, кто будет кидать. Вот так вот. Ну, ага. Обои полностью новые, обои полностью новые, люди сдают. Вот. Ну, когда-то, может, планировали ремонт, лишнее взяли, и вот оно у них стоит. Так, здесь нам надо уже в эту сторону завернуть, чтобы оно там не соприкасалось. И вот такой бутербродик получается. Сейчас мы его сцепим между собой. Это поедет, это поедет, как сказать, ну, в высоком ящике. Мы будем это все стоя ставить. Ну, сейчас можно уже и сюда завернуть. Давайте не сделаем вот так вот. Наверное, так будет гораздо лучше. Можно было не париться вот так делать. Ну, это большие виды, и очень-очень надо снимать аккуратно. Сейчас, может, даже мы еще его и в картон. На всяк выпадок давайте в картон. Вот, не пожалеем. Пусть оно уже доедет хозяйке. Хозяйка мечтала, и вот она его получит. Чтобы душа была спокойна. Ну, можно заворачивать, можно не заворачивать. Понимаете, да? Так, один есть. Давайте овальное блюдо. Вот у нас три штучки, чтобы мы уже освободили место. Мы их запакуем один в один. Понимаете, да? Давайте этот мы сейчас начнем. Начнем с этого. Рядочек сделаем. Наложим бумаги. Можно, можно не бумагу. Можно картон положить. Давайте картон. Так, где у нас спрятался наш... Чуть-чуть отрежем. Капельку. Ага, криво режет. Вот так положим. И на него уже тогда можно вложить следующее. Давайте следующее положим. Потом все это дело завернется. Так, еще картончик, да? Здесь у нас уже узкое получается. Давайте. Узкое сделаем. Так. И вот будет такой у нас пирог. Замотаем потом это все. Может оно тоже стоя поедет, может нет. И завернем в эту сторону, где у нас изгиб. Вот сюда. Ага. Можно было дальше. Все. Вот такая котлета. Может тоже. Сейчас я ее... Еще и... Корсон возьму. Потому что... Можно, да. С одним картоном. Нам надо 100%. Нам надо 100%, чтобы оно доехало. Давайте. Сделаем вот так еще. Немножко картона. И все. Вот это уже будет саркофаг. Угу. Не хочет. Не хочет. Сляска. Значит, вчера... Вчера... Прервался звук. Я снимал. Один человек позвонил 12 раз. Понимаете? И вот из-за этого сбилось видео. 12 раз. Ну, если я не отвечаю. Ну, зачем? И так уже прям... Ну, я не знаю. Какой смысл? Смысла никакого нет. Мне звонить. О! Вот это ж я когда-то видео снимал. Бачите, что творят? Вот так меня накалывает. Смотрите. Прям целая стопка. В каждой тут. Вот это ж надо выловить этого человека. Вот. Это может быть кто угодно. Может быть мужчина. Смотрите. В каждую. Вы же понимаете? Вот это ворует... Ворует у жителей своего подъезда. Вот. Даже с письмами. Эээ... Не распечатанное. Смотрите. Видите, что творится? Вот это ж какая-то гадина, блядь. По-другому её не назовёшь. Вот это мне столько сует. И ворует у людей. Может на почте работает. Может вот это ж такая жадность. Так и губит. Губит людей. Так. Ну что-то есть ещё. Здесь вроде нету. Надо выловить. Я уже запомнил. Кто... Кто приносит. Вот. Приносит. Ну ладно. Не буду говорить. Потому что у человека в возрасте. Может уже и какие-то отклонения пошли. Ну вот. Ну что ж такое дело. С каждым может наверное в старости такое быть. Да? Заворачиваем. Это у нас соусник. Вот. Нам надо его в три слоя хотя бы. Ручку уже не буду заматывать. Тут ручка хорошая. Вот так люди. Понимаете. Да? Ну может нужда. Я не знаю. Воровством заработаешь и обманом. Ну конечно. Можно заработать. Но будешь и ты счастлив после этого. Может спецом. Все что угодно может быть. Так. Давайте мы его еще замотаем в бумагу. Вот. На всякий выпадок. Пусть он уже доедет. Женщина не могла перевезти дней пять. Наверное деньги какие-то проблемы. Я уже думаю все. Лапша. Ну нет. Видите. Прибыли. Прибыли денежки. Так. Спецовники у нас. Мотаем. Ну такой набор. Тут только перекладывать. Перекладывать тарелки. Долго. А вот это все. Это все. Как говорится. Быстро. На быструю ручку. Вот видите. Надо было. В два. В два слоя брать. Ну ни в чем. Значит. Что у нас с этого набора еще есть. У нас есть. Тарелки. Вот. Значит. Его многие хотели. Хотели купить. Ну почему-то сейчас такое время. Видно что. Ну. Не дошли. Не дошли. Вот. Может мысленно они его купили. Но. Как говорится. В руках не подержали. Вот. Как-то так. Вчера сам не смог посмотреть. Звука не было. И написали мне. Что звука нет. Это на начало первого ночи. Вот. Ну я ж ночью. Ночью телефон не поднимаю. Потому что. Ну. Работа там до девяти. И все. То уже личное время. И его нарушать нельзя. Как говорится. Не знаю. Может люди есть. Которые поднимают ночью трубки. Но. Я от этого отошел. Вот. Кому-то аж и не спится. Да. Есть и жаворонки. А есть и совы. Вот. Вот. Я не знаю кто я. Но. Я ночью стараюсь спать. Вот. Как-то так получается. Что нужно спать. Потому что. Днем надо работать. Так. Вот так. Два слоя возьмем. И. Проткнем. И. Как говорится. Я думаю. Ничего с ней не будет. Вот эти наборы. Когда они шли сюда. Они вешли в специальных коробках. И там. Если ты разберешь эту коробку. То ты назад уже не соберешь. Как оно было сложено. Там так все у них рассчитано. Что. И понимаете. Что в японских. Что в германских наборах. В общем. Труба. Все. 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 Каждое место. Там. Каждое место занято. Так. Ну. Такая. Вот. Такая. Котлета. Пирожок. Как там. Я думаю. Нормально. Тот наборчик. Мы. Запаковали. Все. Получилось. Два ящика. Один. Один. Банановый. Ой. Один. Сподъяиц. Ящик. Мне нравится. Яйца. Яйца. Ящики. Сподъяиц. Вот. Как раз там. Вазы становятся. Ну. Прекрасные. Прекрасные ящики. Вот. Ну. Очень сложно. Сейчас. Купить. Как. Вот. Так. Оно. Начали. Их. Тех. Кто яйцами торгует. Сдавать. Вот. Если не хочешь сдавать. 15 гривен. Я их покупаю. По 10 гривен. Ну. Если будет нужда. То придется и по 15 покупать. И как вы поняли. Да. Мы делаем. С одной стороны слой. И с другой стороны. Вот. И оно получается такое. Интересное. Такой. Бутербродик. Так. Даже не знаю. Будем мы спецовники в супницу. Накладывать. Хотя. Здесь. Не супница. А тюрина. Давайте посмотрим. Здесь я. На этом месте. Ну. Значит. Вам. Все видно. Ну. Это. Я не знаю. Есть смысл его смотреть. Или нет. Ну. Может. Просто мою. Болтовню. Послушать. Так. Видите. Вот. Это ж надо. Как-то. Чтобы оно доехало. Сейчас. Посмотрим. Да. Налезет. Два слоя. Тут нам надо вот этот пык-тык сохранить. Целость и сохранность. Давайте возьмем двойную. Сейчас мы на него намотаем. Вот сюда. Вот видите. Вот сюда. Все соберем. Все соберем наверх. И оно закроет. Закроет эту штучку. Вот. Эту ручку. Возьмем бумаги. Чуть-чуть. Сейчас оторнем. Как вы понимаете. Да. Я использую профессиональную бумагу. Но это я для себя. Чтобы сэкономить время. Когда паковали рабочие. То они мало это использовали. Они обоими в основном. Я закупил такую громадную кучу обоев. Просто громадную. Потом приехала. Обоев нет. А потом мне пишут. Пишут подписчики. Что посылки битком набиты обоями. Прям девушка работала. Ее никто не контролировал. И она прям наталкивала обоями. Ну надо чтобы она свободная была. Она прям вот так вот все обои мои зашуровала. Ну что сделаешь. Вот. Как говорится так. И так случилось. Ну что. Давайте мы положим вот этих пару котлет туда. Так. Не знаю. Это уже не влезет. Все. Две штучки положим. Сейчас наверное давайте сделаем подушечку такую. Маленькую. И чтобы они там на всяк выпадах ничего не повредили. Так. Вот это и вот. Все. Видите. Все подходит. Значит. Теперь. Это самое сложное. Наверное. В этом наборе. Потому что на нее ничего не поставишь. На эту супничку. Ну это тюрина у нас. Ничего не поставишь. Давайте газету положим. Сейчас. Положим газету. Потом газета ручечки закроет. Видите. Можно прям сейчас сразу и поставить эту штучку. Так. Все. И теперь нам нужно все это дело замотать. Может еще придется один кусок брать. Это мы так сейчас мотаем. А потом. А потом еще раз попперик. Можно, да. Можно брать и большие обои. Вот. И обоями. Прицепим. И нам надо вот эти ручечки как-то. Как-то их замотать. Да. Придется сейчас еще раз. Давайте, может, пошире возьмем. Нам нужно вот эти ручки закрепить. Как вы понимаете. Сейчас мы сделаем. Все мы сделаем. Вот видите, для чего обои. Я покупаю рулон. Рулон 10 гривен. Ну. Сюда, может, и рулон уйдет. Ну, набор стоит 13 тысяч, как вы видели. Так что здесь на упаковку жалеть вообще нельзя. Так. Надо сюда чуть-чуть и сдвинуть. Что-то я на один край. Вот так вот. Значит, какая ситуация. Снял стрим. И теперь люди просят цены. Теперь люди просят цены. Я не знаю, что снимать. Или видео снимать. Или снимать стрим. Это же... Стрим снимается. Это как оно? Ну. Так, вверх. Стрим снимается вертикально. А вот я сейчас снимаю горизонтально. Горизонтально, мне кажется, гораздо лучше. Ну, почему-то такого никогда не было. Со стрима начали просить. Начали просить, ну, товар. Вот только что с женщиной разговаривал, она говорит, это ей... Эй, ей нужны часы, ей нужны наборы. В общем, там у меня стоит... Что ж там у меня стоит? Сейчас, порвал. Стоит и Краснодар набор. Набор Краснодара. Пять тысяч стоит. Я его несколько раз выставлял. И я просто удивлен, почему его не купили. Как-то... Как-то вот, ну, чуть-чуть... Понимаете, выставляешь редкую вещь, и ее не покупают. Это не просто редко. Это редчайшее. Это винтажный набор. Винтажный набор, который... Ну, редчайший. Я не знаю, есть такой второй или нет. Вот в чем все дело. И его не покупают почему-то. Он красивейший. У него форма шикарная. Видите, какие красоты. Вот этот человек будет мясце кушать. Ну, это ж вообще подставная. Вот, я сейчас с девушкой живу. Вот это меня уже... Она мне все время... Вниз, вниз такую тарелку. Потом салфеточка. И вот так вот. Понимаете, да? Вот. Зачем, спрашиваю. Ну, так положено, шушь. Так, шо, кормят меня, вы понимаете. Вот. Интересно. Так, вот какая-то дама. Положим, положим. Девочку. Бачите, какую? Красную. Девушка в красном. Так, поедет в Киев. Этот набор поедет в Киев. Вроде в Киев. Я сейчас по памяти и не вспомню. Так, видите, как я сегодня медленно... Я съел полу арбуза. Хе-хе-хе-хе. И теперь как-то, как-то оно не так. Ну, хотя можно включить скорость. Так еще порвал. Видите? С журналами. Не хотел уже вам показывать газеты. Думаю, сейчас журналы. Вдруг что-то интересное такое попадется. Они рваться не хотят. Смотрите. Ах, какие. Какие, какие. Так. И сейчас мы... Вот этот Биг Мак. Вот. Мы его замотаем. Вы понимаете. Так, что? Вот в эту нашу длинную бумагу. Так, ложим сюда. Берем. Да, а есть у людей традиция. Дети приезжают. Как-то так заведено. И сервировка стола делается. Ну, мы как-то выжили. Прожили без этого. Ну, есть, да. Есть у людей культура. Ну, сейчас все разъехались. Ну, вот. Сейчас все разъехались. И все. И кого вы... И кого вы где найдете. Родители приходят, говорят. И дети сказали все сдавать. Мы сюда не вернемся. Оно нам не надо. А они говорят, мы... Мы для них покупали. И вот такая трагедия у... У родителей. Понимаете? Люди берегли-берегли. Ну, может и нужда, конечно. Ну, просто люди так говорят, что, мол, детям не надо. Может, ну, может стыдно просто сказать. И я это не исключаю, что такое может быть. О, олимпийский мишка, смотрите. Что это такое? А, 80-й год. Так это интересный журнал, смотрите, для тех, кто собирает. Сейчас, у меня есть коллекционер, который у меня покупает. О, давайте лучше будем бабушкин компот рвать. Вот. Компоты пью каждый день. Каждый день компоты варят. И заметил, там купил фанты. Вот. И заметил, что компот... Компоты вкуснее, понимаете? Вот как-то, может, это ассоциируется кабанчики. А, ребята, кабанчики, кабанчики, может, ассоциируются с детством. Потому что в детстве мы жили бедно. И у нас не было там этих газировок. И мама варила компоты. Закрывали варенье. Вот. Как-то так вот прожили. Да, хрюшки такие? Кабаняры, кабаняры. И так вот попробовал. Сейчас же всё свежее. Значит, что девушка делает? Она, если там уже вот пропадают там виноград и сливы, там такое всё. Берёт, морозит и потом варит мне компот. Так что я теперь оздоравливаюсь, как вы поняли, да, компотиками. И, значит, может, возраст. Может, возраст уже ты понимаешь, что тебе надо, что надо организму. И вот как-то уже думаешь об этом, о компотиках, о чём-то, какой-то здоровой пище. Вот, видите, мы в беседе, да, сейчас я посмотрю, сколько. Ну, это ж я так медленно. Когда я спешу, вы, если вы вчерашнее видео видели, то я там шурую. Вот. Как глухонемой, как говорят. Скоростной, скоростной, но не во всём. Вот. Так, давайте чуть-чуть сцепим. Так, загибаем. Загибаем. И потом вот на это поставим. В настоящем положении. Потому что, если так ложить, при сильном, вот, китке, при сильном китке, оно может как-то там сыграть. И всё, как говорится. И оно может там треснуть. Ага, вот ещё одна тарелочка. Сейчас мы её добавим сюда, наверное, да. Получится 7 штук. Так, давайте. Бабушкин Компот будем дальше использовать. Значит, принесли целую подборку. Целую подборку вот этих кроссвордов. Только большие такие журналы. Люди уже не могут. Люди, они тренируют свой мозг. Всё, они уже, ну, без этого жить не могут. Она приходит, вот женщина одна приходит. Мне сдаёт, чтобы купить новые кроссворды. И по новой их разгадывать. Хотя, вот здесь и всё карандашом написано. И куча пустых мест. Значит, человек до конца так и не... Ну, на скорую руку видно. Раз, 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 раз. Что знает. Ну, вот. И всё. А если уже быть дотошным, это надо словари. Ну, хотя сейчас, наверное, всё это дело в интернете есть. Сказал этой милашке, да, в микрофончик. Милочка. Вот. Как будет Сакура по-японски. И всё. И она вам выдаст то, что вы хотите услышать. Вот. С ней можно побеседовать. И всё такое, как говорится. Так. Это я не показал. Но вот такие барашки. И, значит, смотрел видео, как вот эти бараны своими рогами львов там накалывают. Это вообще такие они боевые. Боевые бараны. Так. Ну, всё. Так. Здесь ещё нам две. В общем, вы понимаете. Да, процесс один и тот же. Нудный. Включил на всякий случай через... Через... Как оно называется? Через инвектор. Потому что в любой момент может и погаснуть свет. Вы знаете, да, в какое время мы сейчас и живём. Вот. Не знаю, как дальше. Новости хоть не включай. Там труба. Там труба такая, что... Ну, не очень мне, конечно, нравятся новости. Война войной, но не нравится в этой войне одна ситуация. Вот. Не знаю, почему. Просто жалко солдат, которые обучались там по пять лет, да. Вас учили там бесшумно ходить. Знаете, да, вот эти там спецвойска, спецэти группы. Ты там крадёшься, а тут тебе сверху раз и прилетело. Что с одной стороны, что с другой. Вот. Вот это, конечно, сейчас... Сейчас это очень... Ну, лично мне смотреть... И оно ж везде в интернете, вот эти такие... Везде оно есть. Ну, не очень смотреть это интересно. Вот. Просто жалко людей. Что человек обученный, да, тут бац, такая пташечка что-то выронила. И всё, и тебя нет. Или ты инвалид. Вот. Вот это, конечно, новые такие реалии. Вот. Реалии войны. Всё поменялось. И я не знаю, рассказывал я. Я смотрю какой-то сюжет. Люди прячутся. Такой какой-то, ну, гараж, не гараж. И этот дрон. Круги такие наматывают. Оно же звук слышно. Люди прячутся. И ты уже вот эти... Смотрел фантастические фильмы. Это раньше такое было. Так, давайте этот сюжет покажем. И это вот уже... Эта вся фантастика, она уже вот в реалиях. Уже люди прячутся. Прячутся от этих дронов. Ну, что сделаешь, да. Такие... Такие страшные реалии. Вот. И жалко бойцов, которые... Ну, я думаю, вы сами прекрасно понимаете. Вот. Никто не хочет, как говорится, такой участи. Там мина может, да. Что с тебя вообще ничего не останется. Вот. И даже молекул никаких. Так что вот такие сейчас времена. Ну, а мы пакуем, да. Мы пакуем, потому что это как-то вот такая грустная мысль пришла. Вот. Увидел сюжет. И вот так вот как-то получилось. Так. Вы понимаете, да. Я ложу четыре слоя. Ну, вот это... Бабушкины советы, они какие тоненькие. Ну, даже не знаю. Наверное, хватит. Вот. Наверное, хватит, я думаю. Мы их все равно поставим вертикально. Вот так поставим и все. И они приспокойненько доедут. Значит, нужна прослойка. Прослойка снизу. Там пару сантиметров должно быть. И вот так ставите и все. Так. Остается у нас бума вот эти две больших. Это два больших блюда. Давайте покажем, какие они красивые. Вообще шикарный набор. Шикарный. Так. Здесь у нас птички. Вот. А здесь что? А здесь другие. Вот. Бачите? Чей рукой грязный. Чей шо там? Чей шо там случилось? Так. Как же нам тут быть? Давайте мы на них положим пару газет. Потому что надо делать и прослойку. Так. Четыре слоя. Сделаем низ. Давайте вовнутрь положим. Тоже. Так. Надо, наверное, вложить. А потом, даже не знаю, видно вам там или нет. Ну, в общем, делаем такой бутербродик. И сейчас в него вставим, вставим вот эту вот штучку. Ох. Все. Вот она наглухо. Глухо она встала. Так. Теперь берем этот. И давайте будем заворачивать. Единственное, вот эта бумага, она не очень... Она рвется. Понимаете? Так. Мы можем сюда даже что-то вставить, да? Или положить, чтобы сэкономить... Сэкономить место, да? Давайте мы так и сделаем. Сейчас что-то сюда положим. Видите, какая глубокая дырка? Что-то... Может, это масленица? Вот так, да? Просто сколько там... Я думаю, там оно не будет касаться. Потому что он... Не дай бог, не дай бог... Что оно проткнет ее. Так, давайте мы сейчас эти уголочки-то зажимаем. Вот как-то так. Сейчас проверим. Так, наверное, так не пойдет. Не буду я рисковать. Давайте что-то обычное положим и все. И сейчас еще раз замотаем вокруг. Не будет оно стоять. Никуда оно не денется. Это уже у нас последнее. Вы понимаете, да? Сейчас мы его... Еще так обмотаем. Разочек и все. Так, сейчас я гляну, сколько минут. Надо очки одевать. 35 минут. Видите? Ну, это я же говорю. Это я расслабился сегодня. Как бы это было все гораздо... Гораздо быстрее. Вот. Просто... Понимаете, делаешь работу, да? Да, и можно снимать, и может она еще кому-то и пригодится. А может, человеку просто нравится моя болтовня. Понимаете? Да, я могу такое ляпнуть, что... И сам, сам... Сам в шоке, как говорится. Вот. Значит, наборчик поедет. Это у нас, получается, был... Самый дорогой набор. Мы его... Мы его начали за 19 тысяч продавать. Потом вроде 16. Потом я выставлял, делал скидку. Скидку 20%. Ну, вот ушел за такую цену. В этом во всем виновата война. Не было бы войны, люди бы как-то по-другому к этому относились. И вот, значит, какая сейчас ситуация с этим бизнесом? С этим бизнесом такая ситуация, что у богатых, у богатых есть деньги. Ну, и были, и будут, как во все времена. И вот. Богатые покупают только, понимаете, да? Только эксклюзивные вещи. У простого народа нет денег. Народ выживает. И народ из пенсии там себе что-то для души покупает. Там какую-то хрустальную вазочку. Ну, что-то вот. Можно так сказать, и за последние деньги. Вот такая ситуация сейчас с этим бизнесом. Да, если у вас есть шикарные эксклюзивы, они прям вот там, только видео выставил, жух, и упорхнули. И потом тебе, тебе еще звонят, 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 звонят. И тоже хотят эту самую продукцию. Или же ты ошибся. Ты ошибся с ценой. Оно стоит там, ну, люди же грамотные смотрят. А оно стоит там тысячу, а ты за 200 гривен поставил. Вот, естественно, все хотят его купить. Вот такая вот ситуация. Ну, еще, еще что. Мало комментариев, друзья. Да, мало комментариев. Прям как-то вот аж руки опускаются. Ну, как-то так. Да, надо хоть какие-то писульки Виктору писать. Там, Виктор, привет. Да, ну, можно же написать привет. Вот, взяли так. П-ри-вет. Сколько? Шесть букв. Написали, и все. И YouTube это увидит. Понимаете? И может, и кто-то еще что-то напишет. Пока. Ну, пока так пока. И все такое. Ну, элементарные вещи там. Спасибо, пожалуйста. Здрасте. До свидания. Это все комментарии. Не надо писать какие-то там произведения искусства. Вот. И целые поэмы. Ну, это мне часто на Viber пишут. Вот. А лучше вот такое что-то коротенькое. Там сердечко поставили. И все. YouTube это уже, как говорится, срисовал. Все, друзья. Это я запаковал. Видите? Вроде. Вроде. Большой набор. Сколько мы насчитали? 35 позиций. Сейчас мы его в два ящичка сделаем. Потому что вот это надо вертикальный ящик. Стоя ставить вот так вот. Ну, это желательно тоже стоя ставить. Может, как-то вот сукнется. В общем, в два ящика все оно влезет. В один ящик пожилой человек. И не знаю, будут ей там помогать, привозить или нет. Но вот и будет, наверное, тяжеловато. На сём, на сём мы с вами прощаемся. Сейчас я буду паковать дальше. Может, ещё кого-то для вас сниму. Мне так даже и веселее, когда я болтаю с вами. Хоть я вас не вижу и не слышу. Вот. И захотите вы на это смотреть или нет, я не знаю. Может, вы при виде Виктора плюёте в экран. И такое может быть. Или там дули ты ищите. Ну, это же человеческий фактор. Каждый, каждый, вот. Ну, знаю одну женщину, которая готова меня на кол посадить. Понимаете? Вот. И так может и не одна такая. Вот. И может и много таких быть. Ну, время другое. Бачат и не садят на колы. Да. Можно там свечку за упокой поставить. Но это тоже на нас оно не действует. Так что пишите. Пишите. Вот. Комментарии. Ставьте лайки. И, как говорится, до скорых встреч. Отключаемся. Отключаемся.